О, отлично. Привет, Мария. Рада тебя видеть. Отлично выглядишь. Так, ну сейчас я вот так. Ага. Супер. И, дорогие друзья, представляю вам нового мастера потоковой терапии, Марию Демидову. И я решила её пригласить к нам сегодня, задать несколько вопросов. И, Мария, расскажи, пожалуйста, почему ты решила пойти на курс мастер потоковой терапии, да, именно как на профессиональный, так на глубокий курс? Ну, во-первых, привет всем. Очень рада быть в твоём эфире, Наташ. Ничего, если мы на «ты». Да, конечно, на «ты». Очень приятно быть в прямом эфире и рассказать всем слушателям сегодняшним и смотрителям об этом прекрасном курсе, который ты сделала. Ну, а если мы возвращаемся к твоему вопросу, почему, если мы глобально смотрим, да, на мир, кому-то суждено давать знания, кому-то суждено их получать. Ну, скажу так, что нас с Натальей давно связывает дружба, да, я проходила её курс «Безграничный потенциал». Ещё до этого курса я брала сессии, поэтому, ну, как я могла пропустить ещё и такой прекрасный курс, который вот начался совсем недавно. Я просто не могла себе этого позволить. Понятно. Ну, спасибо тебе за доверие, да, мы действительно очень давно знакомы, и я рада, да, что тебе вот нравятся, да, те знания, которые я даю. Но я знаю, что ты, тем не менее, обучалась и на других курсах, да, то есть и развиваешься в этом направлении. А почему ты решила именно пойти на профессиональный курс, да, то есть и, может быть, уже ты можешь сейчас сравнить, что тебе это даёт? Ну, действительно, я проходила много курсов, я в других направлениях тоже развивалась. И я смотрю вообще разные направления, то есть это как бы... Это вот моя последняя любовь, но и до этого у меня было тоже много романов, скажем так. И, наверное, дальше тоже буду развиваться в каких-то других направлениях. Поэтому что мне это даёт? Ну, я могу сказать, что, например, сравнивая с другими интуитивными техниками в этой технике, я могу лучше работать с собой. Я пока не работаю по профессиональную практику, да, то есть я даю сессии только вот близким друзьям. Большей частью вот сейчас моя работа, она идёт с собой. И я понимаю, что в других техниках мне легче саботировать процесс. В то время как вот в технике потоковой терапии у меня есть структура, и шаг вправо, шаг влево, я могу себя снова в кучу собрать. По крайней мере, у меня есть карта, схема, по которой я могу идти, и если я раскапываю какие-то очень травматические события, я потом могу себя собрать и продолжить дальше. Вот это отличие, например, от других техник, которые я использовала до этого, и структура. Очень такое ценное замечание. Действительно, не всегда просто, да, людям поработать с собой, да, например, когда люди идут учиться психологии, да, или каким-то другим методам, они часто туда идут учиться, потому что имеют какие-то проблемы, да, они понимают, от чего у них эти проблемы, да, и все знают, почему эти проблемы возникают и что с ними нужно делать, да, но для того, чтобы все-таки самим привести в порядок, им нужно проходить длительную терапию, да, потому что вот в обычных классических методах, да, или каких-то других очень сложно человеку самостоятельно с собой работать, да. Действительно, в методе потоковой терапии это, пожалуй, гораздо проще всего даже самые какие-то глубинные вопросы, да, раскопать и привести себя в порядок. Но отлично, что ты такой целеустремленный человек в этом плане, да, и работаешь с собой тоже, это здорово. И расскажи, пожалуйста, какие результаты ты уже, может быть, смогла получить за время курса, да, что тебе удалось проработать, что тебя радует. Да, вопрос здесь такой, вопрос, сколько усилий ты вкладываешь, да, что ты получаешь. Потому что у меня, например, двое маленьких детей, и я могла бы значительно больше получить от этого курса, чем получаю. Но несмотря на это, даже на то, что я не занимаюсь каждый день, как я бы хотела заниматься каждый день, хотя бы по несколько, ну, хотя бы по часу в день была бы моя цель. У меня сейчас получается очень смешно, потому что после курса у меня очень много желания заниматься, и я пытаюсь, и как-то я могу найти время. Два часа, три часа в неделю. Потом моя кривая падает, и накапливается много. Но какой результат, да, возвращаясь к этому вопросу? У меня и у моего мужа сейчас такой процесс, мы находимся в кризисе среднего возраста, когда у нас меняются приоритеты, у нас меняются цели в жизни, мы понимаем, что уже мы не так, у нас не так много здоровья, нам нужно уже концентрироваться на каких-то вещах, в которых нужно концентрироваться, и не обращать внимания на те вещи, которые нужно обращать внимания. И вот этот курс, и у меня сейчас такая очень тяжёлая ситуация, и этот курс, он мне как-то помогает вот из этой жизненной ситуации своей, кризисной, ну, вот как-то понять, что важно, что не важно. И к тому же вот те упражнения, которые мы делаем, да, если мы говорим только о конкретной вот жизненной ситуации, они мне вот конкретно в этой жизненной ситуации очень помогли. И упражнения, и раскопки. А что касается знаний, ну, знания вообще, ну, как бы они, ну, они уникальные. Сколько бы мне потребовалось сил, медитаций и всего, чтобы приблизиться к этим знаниям, когда ты их просто можешь получить и прослушав лекцию. Ну, вот это... Спасибо, да, за то, что делишься такими личными вещами, да, и насколько я могу понять, да, вот даже во время курса, да, когда мы делали практически, да, вот такие тренировочные сессии, да, как с другими участниками, да, как можно так назвать, я видела, да, что у тебя такие есть изменения, когда получилось, например, какие-то там болезненные ситуации просто оставить в прошлом, да, то есть ушёл какой-то эмоциональный заряд, да, и вот это прямо было несколько таких, таких, ну, проработок. И я помню, что после второго модуля по психосоматике ты написала, что даже у тебя с госпитом, да, какие-то результаты были. Скажи, пожалуйста. Это вообще феноменальный такой результат, который я не показала. У меня, когда начинаются такие приступы нервного, нервные приступы, вот когда очень большое напряжение, у меня начинает болеть, ну, вот низ, верх живота, да, вот здесь. И мы делали упражнение симптом, причины симптома, и я делала упражнение в поле, когда я высказывала все вопросы. И у меня как раз был тот период такого обострения, когда я не могла проснуться, это было очень больно, очень дискомфортно. В итоге я в поле села после наших занятий, и в поле проговорила всё, что я хотела бы проговорить всем людям, которым я хотела это сказать. Ну, не могла, да? И не могла, да, по каким-то социальным нормам. И действительно гастрит, эта боль ушла. Что, в общем-то, ну, очень необычное для меня и очень приятное событие. Это вот из таких очень прям вот явных примеров. И ты понимаешь после этого, что он, ну, как бы, работает. Есть, как бы, есть какие-то самоощущения в смысле эмоционального. Ты их не можешь, да, ты не можешь вспомнить. Ну, тебе сложнее вспомнить, как ты чувствовался неделю назад и сейчас. А боль-то в животе ты почувствуешь. Ну, что точно работает, да? Работает, да. И после этого я прямо так, ну, как бы поняла, что надо к этому серьёзно относиться и в этом направлении развиваться, потому что это работает. Да, с психосоматикой действительно можно получить очень такие ощутимые результаты достаточно быстро, да, если знать, как это сделать, да, чего это зависит. То есть, в принципе, на курсе мастер потоковой терапии мы это всё проходим, делаем, да, и человек, проходя этот курс, уже получает диплом профессиональный, да, государственного образца, который позволяет вести уже профессионально эту деятельность и даёт право на это, да. Ну, вот скажи, пожалуйста, а ты пробовала работать со своими детьми или ничего пока не делала в этой технике? Пока ещё ничего не делала, но я понимаю, что пока ещё ничего не делала. Ну, мы только начали эту тему разбирать, да, и действительно этому нужно, как бы, уделить какое-то время, по сути, начать лучше с себя. Но я хочу тебя тоже попросить поделиться. Вот помнишь, когда мы разбирали период программирования, да, то есть какие там не надо личные, да, какие-то аспекты, может быть, сейчас рассказывать всем, да, но ты можешь сказать, какие у тебя были ощущения, когда ты увидела, да, что вот в периоде программирования у тебя оказалось, да, то есть когда ты выяснила. Почему я спрашиваю? Потому что вот буквально завтра-послезавтра начинается интенсив освобождения, да, где мы будем работать с этим периодом, да, и я знаю, ты будешь тоже на интенсиве, да, может быть, там в записи, да, его пройдёшь. И сможешь после того, как проработаешь с собой, да, проработать также с другими детками, да, но вот что ты уже увидела, да, в периоде программирования, когда мы это анализировали на курсе? Ну, я вообще расскажу про свой опыт работы с программированием. До вот наших занятий я слышала, что это так, что есть действительно такое, в психологии есть действительно такое направление, что очень поверхностные, да, знания у меня были. Но я никогда не анализировала свой период программирования, я никогда в эту тему не углублялась. Но когда мы сделали это упражнение, вернее, как, мы даже его не сделали, мы прошли его на курсе, у нас был перерыв, и это настолько меня зацепило, что я в обед сделала сама, причём не очень правильно, но всё-таки оно сработало, и я, в общем-то, понимаю, что вот этот период жизни, он настолько, ну, все мои основополагающие, все мои проблемы, задачи, всё, вокруг чего моя жизнь строится, оно показало вот в этом упражнении. То есть оно было заложено, да, в тот период. Да, по сути, это период, да, я для наших зрителей скажу, это период до зачатия, да, когда душа находится в пространстве своих родителей, да, это период беременности, конечно, да, и первый год жизни, когда ребёнок полностью находит в пространстве родителей, по сути, набирает на себя все задачи нерешённые родители, да, чувства непрожитые, да, и потом это образует как некий такой туннель или коридор, по которому мы всю жизнь можем ходить, да, если от этого не освободимся, если не увидим и не осознаем, да, эту вещь. Правильно я говорю? Я пока не осознала, я нахожусь в процессе осознания, но вот в этом упражнении, которое у меня было 30 минут делать, ну, у меня просто произошёл какой-то жизненный пересмотр вообще, где в этих проблемах я, а где в этих проблемах мои родители. то есть насколько же всё, вот это настолько, вот это понимаешь, вот этот момент, насколько же вот это влияние рода, проблем родителей в период программы, насколько оно сильное. То есть мы думаем, что мы решаем, да, а по сути всё не так, да, есть какая-то программа, да, которую мы выполняем, чтобы разобраться, да, как нам хочется жить, да, жить, свой строй, да, как жить, и нужно просто эту программу увидеть и осознать. И я рада, что тебе удалось это сделать, и на интенсиве, конечно же, ты сможешь это более глубоко проработать, и затем поработать со своими детьми, если ты хочешь также освободить их, да, каких-то своих чувств, да, которые дети могли, ну, которые однозначно, да, дети берут и от мамы, и от папы, да, и для того, чтобы они просто могли стать теми, кем они должны стать, да, не нести наши какие-то программы, да, на себе, точно так же, как мы несли программы наших родителей. Ну, я здорово, что у тебя такое впечатление от этого упражнения, да, от периода, да, программирования, которое ты осознала. Это вообще абсолютно... Я не видела никогда таких практик, да, то есть я... Я считаю, что я специалист вот в интуитивном... в интуитивной работе, да, большой, но я знаю некоторые методы. Я и в России, и не в России проходила... Ты можешь даже назвать, я, по-моему, знаю, если, ну, ты готова сказать об этом или нет, не знаю, ну, то есть ты, по-моему, о расстановке проходила, да, и ты таки или проходила, да, там много, по-моему, курсов, да, ещё что-то может быть, да? Да, то есть я... Ну, мне... Это вообще моё хобби, да, вот смотреть, что вообще есть на рынке, и что... Но вот такого... Такой работы с этим периодом, да, анализ этого периода, во-первых, идентификация его в таком масштабе, да, то есть она... Ну, я, может быть, в психологии не интересовалась, не знаю. Но вот именно такая работа, плотная с этим периодом, я вот в первый раз столкнулась, и, ну, на меня лично, не знаю, как на других участниц курса, но на меня лично это вот очень яркое впечатление произвело. И я вот до сих пор нахожусь, вот сколько мы уже... Наши последние занятия когда-то было, не помню, но я вот нахожусь под этим ярким впечатлением от этого процесса, и... Как себе это помогает в жизни? Ты как-то отслеживаешь, да? Ты более осознанной стала, да? Что-то, может быть, изменилось в твоей жизни уже? Или ты чувствуешь, что меняется это просто сейчас? Ну, я пытаюсь... Если это можно сказать... Личные... Сейчас я подумаю, как это ответить, не затрагиваю. Ну, если сложно рассказать, то просто скажи, что меняется, да, касается личной жизни, да, или каких-то аспектов. И понимаешь, что... Вот ты живёшь с человеком, и ты думаешь, ну, какой же вот он, этот человек, плохой. А мог бы быть совсем другим. А понимаешь, ну, не мог бы быть он другим, этот человек. Потому что у тебя-то в жизни... Вот у папы такая же, да, ситуация. Вот у тебя в семье... И вот эта твоя окружающая жизнь, которая у тебя есть, это всего лишь отражение твоих вот этих глубинных программ. Да. Ты всё знала. Понятно, одно дело, ты знаешь, что жизнь — это отражение. А другое дело, ты на таком явном примере это понимаешь, что оно же даже вот до муражек у тебя находит. Это какое-то очень глубинное сознание на каком-то уже другом уровне. И вообще я хочу сказать огромное спасибо за вот этот курс, потому что он какое-то вообще моё понимание мира, как этот мир работает, как он устроен, почему происходят какие-то вещи. Он так пролил свет. А это всегда мне было очень интересно. Это вот прямо с детства страсть узнать, как это всё работает. Ну, здорово. То есть стремление к знаниям — это очень хорошо. И, может быть, ты расскажешь, как тебе в этом помог курс «Ваш безграничный потенциал». То есть ты его проходила давно, там ещё не было таких вот дополнительных модулей, да, там не было живых встреч, да. То есть я знаю, ты сейчас повторно пошла на курс, чтобы ещё более глубоко его пройти. Да, это вот, ну, скажем так, первый этап курса «Ваш безграничный потенциал». Может быть, ты помнишь, да, когда ты его проходила, по-моему, года три или четыре даже назад, да, впервые. То есть, может быть, ты поделишься, что вот ты оттуда для себя взяла, да. То есть, может быть, как это повлияло на тебя, если ты помнишь, то тоже будет здорово. Во-первых, это третий раз, когда я прохожу этот курс. Я была одним из первых людей, который прошёл курс несколько лет назад, да. Это были ещё, я помню, на Ютубе записи, которые не могла и не открыть. Это было мучение. Был сразу эффект. Был такой очень хороший эффект. И второй раз я проходила, я была удивлена. Да, действительно, курс был уже более глубокий такой. проход, закрепление. Сейчас я прохожу третий раз, и я могу сказать, что это вообще другой курс. Это настолько более, ну, более серьёзный, более глубокий, более обширный курс. и он, ну, очень, очень видоизменился и очень в лучшую сторону. Я сейчас прохожу только четвёртый, ну, как бы, я, скажем так, я подписалась его пройти, этот курс, да, я прохожу сейчас четвёртый. Мне нужно быстро подготовиться к нашим следующим занятиям. Ну, там, конечно, такие разделы, которых раньше не было, и они... Что тебе дал этот курс, если ты можешь сказать, да, то есть я вот, насколько помню, даже вот, ну, наверное, да, так по мироощущениям, да, у тебя тоже были такие большие изменения, да, если ты помнишь, или, ну, вот как-то можешь это сказать, да, или сейчас сложно вспомнить, вот даже когда впервые это его проходило. Вот как работает память, когда у тебя какие-то позитивные изменения, да, происходят. Да-да. Я сейчас вам рассказывала с таким воодушевлением о периоде программирования. Через год я скажу, ну, ладно, период программирования, ну, конечно, всем же это известно. Вот я сейчас... Вот ты мне сказала, какие изменения, да, я тогда помню, что это был восторг, да, что, да, действительно произошел какой-то сдвиг. Но сейчас я смотрю, ну, это нормальный сдвиг, потому что, ну, вот после этого курса у всех происходит сдвиг. У меня эмоциональный накал, он как бы уже упал. Да, произошел сдвиг, что-то поменялось. Что же поменялось, я уже, наверное, сейчас и не вспомню. Но вот оно как бы... Надо в моменте спрашивать, а не... Хорошо, отлично, да. То есть спросим тебя, когда ты пройдешь, да, еще раз сейчас курс, да, уже совсем упражнение. Когда они пройдут на этот курс, значит, что в моем мозгу говорит мне о том, что, ну, наверное, какой-то эффект от этого. Хорошо, отлично. Расскажи, пожалуйста, но вот ты очень много обучаешься, да, различным методом и работаешь с собой, да, в этих методах тоже, да, и все-таки я знаю, что ты также и проводишь сессии другим людям, да, то есть можешь ли ты поделиться какими-то результатами своих, может быть, знакомых, да, или близких, кому ты проводила сессии? Есть что-то такое, что ты можешь рассказать? Как у тебя это получалось, не получалось, сложно, это просто как? Ну, честно говоря, вот прям вот сессии проводить другим людям, я провожу сессиям просто друзьям, да, потому что у меня нет времени. И вот мы делали на курсе несколько сессий с участницами курса. Вот я, кстати, вспомнила, вот ты мне сейчас возвращаешь на вопросы, ваш безграничный потенциал. Когда я прошла этот курс, у меня появилась новая подруга, очень близкая. И она, кстати, мне сказала, мы 10 лет не могли вообще найти общий язык, наши мужья были лучшими друзьями, они работали, а мы 10 лет терпеть друг друга не могли. И я, когда пошла на этот курс, она мне потом сказала, всё началось тогда, когда ты занялась вот этой вот практикой. То есть там, наверное, была как-то, вот мы же там работаем и с мамой, да, с отношениями, там некая конкуренция, да, с женщинами, которая остаётся, да, там с возраста, да, с определённого детского, да, и у тебя прямо изменились, да, отношения с другой женщиной, с подругами. Да, близкая, очень такая хорошая и подруга, и очень прям, я очень этому счастлива. И ты абсолютно права, ушла конкуренция, и да, вот отношения с женщиной никогда у меня не складывали, сейчас они потихоньку у меня начинают складываться, и это очень интересно. Здорово. И ты делаешь сессии. На этой подруге я отрабатывала сессии, она меня вообще считает ведьмой, ну, причём такой, в моём узком кругу сразу ко мне отношения поменялось, все так прислушиваются к моему мнению, и ответы. Так. В смысле? Вот ещё, вот ещё один такой момент, который я не могу упомянуть, которым я очень горда, и такой основополагающий, который, в общем-то, дал мне понять, что я могу этим заниматься. Когда у нас была последняя практика, когда из одной участницы курса в какой-то момент я увидела очень в раскопках, ну, не раскопках, в поле, я увидела очень её серьёзную проблему, причём её серьёзной проблемы. И я тогда поняла, что, ну, всё, я могу это сделать. Ну, как? Ну, мне можно этим заниматься. То есть я, вот это вот понимание, что я, ну, как бы, я могу. До этого у меня были сомнения, они есть, но какое-то вот такое базовое понимание, что у меня может это получиться, у меня пришло. И это результат. Да, и там действительно были такие значительные улучшения, да, касаемо, ну, касаемо личной жизни, да, вот у этой девушки, да, то есть у неё там, ну, скажем так, она увидела, да, причину там каких-то своих проблем, да, и ты действительно смогла ей помочь. И это действительно замечательный результат, когда ты видишь, что ты можешь помочь кому-то, да, то есть может быть ещё какие-то результаты, да, вот ты отмечала, да, то есть я поняла, что ты пока пробуешь, да, проводить сессии, но ты видишь уже изменения у своих клиентов, и как, какие у тебя чувства по этому поводу? Ну, об извинениях там рано говорить, и клиентах тоже рано говорить, это не мой случай, мы каждый, вот мы, у нас несколько людей на курсе, да, и я понимаю, что мы каждый со своей скоростью развиваемся, мы все способные, талантливые люди, но у нас своя скорость передвижения, поэтому... Просто кто-то очень скромный, да? Своёма говорить о каких-то клиентах, результатов, пока ещё немножко рановато. Ну, я вижу, что у тебя, смотри, ну, как бы у девушек, да, вот результат кому-то на курсе, да, проводилась сессия, то есть там уже есть изменения, да, и здесь действительно, то есть даже если ты пробуешь, да, какие-то сессии проводить, да, здесь ничего такого нет, если ты будешь отмечать, да, какие-то изменения у людей, да, то есть это, ну, очень важно фиксировать, ну, тут у меня уже такой немножко преподаватель включается, да, а не интервью, да, но, друзья мои, я вам могу сказать, что Мария тут немножко скромничает, она у нас такой очень опытный специалист уже, да, на курсе, и такие результаты очень хорошие у неё, вот, и, ну, пока сложно тебе говорить, да, об этом, но это действительно, ну, это действительно важно, да, потому что ты можешь даже кому-то, рассказав об этом, да, то есть и другой человек тоже захочет получить такой же результат, и здесь, здесь, ну, такие аспекты, да, мы очень часто бываем скромничаем, да, стесняемся, да, но когда мы можем помочь людям, это тоже очень важно, да, дорогие друзья, и с этим тоже можно поработать, ты знаешь, как, я думаю. Мне нравится эта фраза, с этим тоже можно поработать, и вы знаете, как. Те, кто, да, на курсе, вот, мастер потоковой терапии, вот, ну, не хочешь, да, рассказывать про свои груди? Я даже как-то, я просто даже не могу вспомнить особо. Да, я об этом и говорю, что ты делаешь, помогаешь людям, да, но ты не помнишь эти результаты, я-то видела, да, у других, у девушек изменения, с которыми ты работала, так, суперсессия была, видишь, тебе клиенты пишут уже в эфир, а вы нам напишите, что вам Мария сделала, да, какой у вас был результат, а то она все уже забыла и стесняется, я-то знаю, что у нее все хорошо получается, она просто, как в той притче, да, кидай добро в море, да, и забывай об этом, ну, вот, примерно это ее история. А у нас все участницы, они в прямом эфире? Интересно. Нет, это кто-то из твоих друзей, а, да, Татьяна, да, Татьяна, видишь, да, тут присутствует, пишет тебе, да, что результат очень хороший, отлично, скажи, пожалуйста, ты хочешь эти знания пока использовать только для себя, или все-таки ты планируешь в будущем работать с клиентами? Ну, я планирую буду работать с клиентами. Я вот сейчас не понимаю, что, да, это то, что я буду делать. Тогда у меня к себе еще один вопрос. Твои творческие планы? Творческие планы? Что значит творческие планы? Есть творческие планы, как мастера потоковой терапии? Ну, каким-то образом начинать практику. Каким-то образом, да, пытаться двигаться в этом направлении, ну, в общем-то, ну, начинать и развиваться. Супер. Ну, мы желаем тебе удачи в этом, да, я благодарю тебя за твою работу, да, за твою осознанность, за то, как ты здесь развиваешься, да, за твоё стремление к учебе. И, может быть, ты хочешь сказать что-то, пожелать нашим слушателям и зрителям. Спасибо, Наталья. Конечно, я хочу всем пожелать, если у вас есть такая возможность, не пропустить возможность, не упустить возможность этот курс пройти. Если у вас есть какие-то, ну, если у вас есть желание, да, и вы чувствуете, что вы могли бы этим начать заниматься, да, развиваться в этом направлении, ну, как бы, миру нужны, миру нужны хорошие люди, скажем. но это такой очень серьезный курс и интересный курс и для себя и для других людей, ну, для помощи себе и помощи другим людям. ну, ты знаешь, вот я сейчас тоже немножко сижу тебя слушаю, еще один вопрос у меня возник, насколько я знаю, у тебя совершенно другая была специальность, да, когда ты училась в институте, да, то есть у тебя вот другая профессия, да, совершенно, и почему вдруг ты решила, да, вот пойти в эту профессию, да, в психологию, в работу с людьми, да, то есть можешь это как-то рассказать и... Ну, да, я могу. У всех у нас в какой-то момент случаются кризисы, да, для кого-то кризис это способ развития. Это не... Кризис как способ развития, это не самый лучший способ развития, но вот он у меня как бы есть. И в какой-то момент я дошла до точки, когда мне уже больше не захотелось в том, в той области развиваться, да, у меня всегда было хобби, и хобби это было такого эзотерического направления, и в какой-то момент я вообще бросила заниматься всем, и именно тогда ты провела мне первую сессию, когда ты еще только начинала заниматься тата-хилингом, и у меня был маленький ребенок грудной, и это что-то во мне триггернуло какое-то во мне какое-то понимание. я помню, я тогда купила книжку по тату-хилингу, через год я прошла первый курс, причем я на этот курс пришла уже абсолютно подготовленная, я уже знала об этой книжке, я уже управляла учителя, и тогда я начала вот это развитие, и я поняла, что и сразу же я пришла на этот курс, и сразу было понятно, что я могу это делать, это было очень интересно. И в какой-то момент я даже думала, ну зачем я так много лет потратила на эту свою карьеру, столько сил и вообще и всего, но это абсолютно не мое, но когда ты уже становишься более осознанным человеком, ты понимаешь, что весь этот опыт, который был до, он мне сейчас очень помогает. и вот это вот такой, как бы, да, такой математический, статистический опыт, он дает мне такую возможность, такой структуры, в которой я могу работать. То есть я не могу сказаться, что вот этот опыт, который был до вот этого интуитивного, моего увлечения, да, интуитивными практиками, я его полностью отрицаю, он мне вообще не нужен. Я понимаю, что это был таким прекрасным фундаментом и такой подготовкой к тому, чем вот я бы сейчас бы хотела заниматься. И поэтому, да, вот я одну, один вид деятельности бросила, стала мамой, это второй вид деятельности, и вот теперь из этого, из платформы мамы я сейчас буду пытаться прыгнуть в новый опыт и неизвестно, что будет дальше. Куда дальше я буду. Ну вот ты прошла действительно много курсов по тета-хилингу, да, и все-таки решила еще пойти учиться, да, то есть на мастера потоковой терапии. То есть я вам могу сказать, почему я ушла из тета-хилинга, да, потому что я поняла в какой-то момент, что, ну, просто раскопка убеждений, да, она не дает того результата, да, который, вот, может быть, человек ожидает, да, то есть может быть более глубоко. Ты для себя что-то вот ищешь, да, или что-то осознаешь, или вот, может быть, почему именно потоковая терапия, да, или как-то вот... для меня, да, не вопрос, почему потоковая терапия. Куда ты, туда и я. Спасибо за доверие. Если бы я сидела и выбирала, вот, значит, есть потоковая терапия, вот, есть там еще что-то еще, 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 здесь, ну, здесь нет случаев, да, поскольку ты меня познакомила с тета-хилингом, я развивала тета-хилинги, это открыло мне безграничный, курс безграничный потенциал, который тоже, он на базе тета-хилинга, но более глубокий. Вот это состояние, да, но он больше системным, да, мы работаем прям с системными проблемами, да, то есть уже немножко другое. И в таком случае возграничный потенциал пошла, например, на...